здравствуйте друзья меня зовут наталья и сегодня хочу показать что я довязала за выходные и что начала вязать за выходные довязала вот вторую шаль вот такую первую шаль я показывал предыдущем видео вот эту вот шаль я начала вязать вперед но закончила я ее уже после вот этой шали но видео сняла вперед но сама запуталась что сказала так как эту шаль я не обязывала тут видите веерки и тут мне кажется и увязывать уже как бы не надо ну решила я ее не обязывать и начала вот эту шаль это шаль конечно у меня связалась быстрее чем эта шаль потому как это ниточка потолще и она вяжется быстрее я ее вязала из такой вот пряжи ализе бабе ву 50 грамм 175 метров вот значит здесь 40 процентов шерсть 40 процентов акрил и 20 процентов бамбук цвет вот такой 119 я решила хотела из этой пряжи связать себе свитерок но она тоненькая под спицы она мне не понравилось пробовала крючком вязать тоже себе джемпирог столбиками с одним накидом но в пинтересте увидела я такую кофточку но мне тоже не пошла то нитка столбиками с одним накидом как бы чтобы под нее ничего не пододевать чтобы ее ну или на маечку или на белье мне тоже она не пошла я распустила потом долго маялась маялась решила думать уже мне не связать шаль и вот начала я шаль вязать недели две назад вечерами и вот связалась у меня вот такая шаль шаль то связалась быстро мне кажется я быстрее шаль связала чем я вязала вчера вот эти вот эту кайму вот такая кайма у меня девочки сейчас я немножечко вот так это двину вот вот такая кайма и я вчера ее вязала 7 часов ровно но в течение этих семи часов ходила пить чай жарила рыбу ну так вот минут на 15 на 20 удалялась но я ее кайму вчера до делала довязала и спать легла упала устала и честно говоря устала вот правда устала от этой каймы я видите вот она какая вот но эти вот два ряда у меня были связаны я вот вязала только вот эти вот эти вот монетки и вот эти столбики с двумя накидом ой столбики 20 столбиков с накидом потом монетка и тут вот столбики соединительные то 14 столбиков соединяешься и дальше идешь но я легла спать такая довольная я так собой гордилась что я добила шаль и она получилась настоящая шаль так как у нее размах крыльев 206 сантиметров и высота 120 с каймой 120 сантиметров с каймой назвала эту шаль на то ли потому как это моя шаль такая большая хорошая богатая шаль получилась я оставлю фотографию но фотографии получились не очень видео мне сейчас муж снял меня на улице пасмурно серо-черно так что ну как есть вот как сняла так и посмотрите вот такая вот шаль у меня богатая такая тяжелая весит она 446 грамм вы такая ну шаль шаль вообще вот таким узором я видела девочки маечки вяжу то я вот шаль связал вот это у меня такая вот работа закончена я ее вчера закончила очень-очень она мне понравилась я такая довольна у меня сейчас такая богатая шаль прямо прелесть не правда красиво вот и начала я вязать еще на той неделе носки из не из остатков пряжи вот такой носок себе начала вязать обыкновенный носочек с обыкновенной бабушкиной пяткой не стронг там еще какие-то подковы я это не люблю носок должен быть носком и вот такой носочек у меня получился вот так и вот закрыла это пряжа здесь вот этот красный махер у меня здесь и нитка по-моему тоже вот очень ярко показывает но на самом деле она такая более малиновая мне кажется джинс тут есть вот это вот нитка 1 джинсово вот такой один носочек связала и заканчивала с шалью резиночка такая хорошенькая вязала вот на этих обыкновенных спицах вот эти резиночку вязала нас на тонких спицах номер 3 очень-очень тепленький такой это тоже отход отходы остатки но я не помню какие уже тут это сто лет этим ниткам так что все дело здесь я вот такая нитка у меня есть жилетка вот из этой нитки даже не знаю как она называется тут мне кажется вискоза есть сколько-то и вот я добавляла вот эту ниточку и всегда носки добавляю где-то у меня здесь вот вот это вот по моему сирень такая сиреника я ее добавляю всегда тоненькая ниточка вот такая и вот такой вот это у меня наверное знаю даже это что за нитка даже не могу не хочу вам брать но что-то типа реал 40 я и не люблю она колючая на только для меня она колется и вот это остатки у меня я вижу из этих остатков ну и поступил заказ мне ну как заказ от родных я не считаю что это заказ для внучки дочь попросила связать свитерок и вот я вот связала вот такой образец сейчас я вам покажу пряжу немного пошуршу как они подготовил вот такая вот пряжа лана gold ализе ну значит это что у нас вот такой цвет 359 это малиновый цвет мне кажется 100 грамм 240 метров и как обычно 51 акрил и 2 49 шерсть вот такая пряжа честно говоря вот все ее хвалят из нее вяжут но для меня она толстовата мне и очень тяжело вязать я не привыкла к такой толстой пряжи я всегда вязала из более тонкой вот такой образец и связала я образцы вяжу почти всегда но я его не стирала этот образец и начала вязать вот типа водолазочки вот такой вот алисе свитерок здесь я набирала петли и вязала 2 на 1 резинкой это моя любимая резинка потом я связала два ряда лицевой гладью лицевыми а потом распределила на реглан и стала вязать один на один я вязала 2 на 1 резинкой но здесь я путаюсь как-то неудобно реглан вязать тут напутала и я распустила стала вязать резинка один на один вроде бы так ничего вроде выходит но вязать эту нитку толстую я не привыкла такой нитки спицы толстые но ничего думаю получится нормально вот поеду я за алисой сейчас каникулы будут не померяем но вязать я буду уже скоро вот реглан они или не у меня уже заканчивается она выстирается на год мягче так что будет я думаю что это вот такой вот модный ворот я сделала немножечко выстираться немножко вот так вот вот как бы сейчас такие модные такие ворот так что вот такой вот свитерочек девчоночки моей я вижу мне самой нравится это изделие но может быть я привыкну к этой пряжи не знаю и вот такие у меня замечательные работы конечно у меня еще есть один процесс но я его не как бы не вижу сейчас оставила пока я свитер алисе но это типа водолазки наверно скорее всего год резинка один на один так я считаю что водолазка пока я это не свяжу я свое уже не буду довязывать я себе начала тоже вязать платье и оставила пока в покое вот такие у меня работы все таки мы успеваем вязать все-таки без вязки не дня вот честно говоря вот вроде и тут работа и там работа ведь вязать там руки прямо с утра начинаешь уже смотреть что у тебя вечером навязала утро вечером мудренее как говорится я вечером чего вижу утром скорее скативаю смотрю что я вечером навязал потому что утром то светлее да еще вяжешь в очках думаю мало ли где-нибудь я ошиблась ли еще чего-нибудь да и при свете при дневном уже как бы вязать вязанное изделие выглядит совершенно по-другому чем при электрическом спасибо что посмотрели девочки всего вам доброго здоровья и удачи до встречи а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok